В последнее время один из самых популярных вопросов это бесконечный рикошет. И возможно это потому, что недавно то же самое делали в картошке. Там всё закончилось на двух рикошетах, посмотрим сможем ли мы сделать больше в тундре. В первом случае мы поставили танки в шахматном порядке, и такие рикошеты вроде как работали, правда работали немножечко странно. Как вы можете видеть, рикошет в третий танк был в ВЛД, и потом после него каким-то магическим образом в четвёртый танк попадал уже в борт. Если смотреть с другой камеры сзади, то всё выглядит ещё более странно, потому что снаряд как будто раздваивается. То есть мы видим, как снаряд прилетает сквозь весь танк и вылетает сзади, но каким-то образом в этот же момент происходит рикошет. Совершенно в другом месте, Карл! Тем не менее, на нашем счету уже три рикошета и попадание в четвёртый танк. От него уже почему-то никуда дальше не рикошетило, потому что мы вокруг ставили другие танки. Далее, спустя два часа мы смогли подобрать более-менее идеальные углы для того, чтобы танки рикошетились, но для бесконечного рикошета здесь понадобится игроков 200. Ну а тем не менее, смотрите, чего нам удалось добиться. Пять рикошетов. Так что можно сказать, что система в принципе работает. Правда, снаряды летят немного рандомно и повторить два одинаковых полёта снаряда не получается. Интересно, что в этом случае опять заметно то самое раздвоение снарядов. Посмотрите, один из них падает в землю, а другой продолжает рикошетить. Как-то странно это выглядит, он даже пыль поднимает на земле. Но на основании времени, приведённого в полигоне и полученным результатом, можно сказать, что если не бесконечный, то очень долгий рикошет сделать можно. Даже несмотря на то, что снаряд отклоняется или теряет какие-то свойства или просто пропадает в танках, по факту эта система работает. Это очень прикольно. Как вы заметили в начале, можно даже спустя три рикошета сделать фраг. Вот такие дела. Огромная благодарность всем подписчикам за их терпение и помощь в создании этого видео. Ну а мы переходим к следующим мифам. Посадить Ми-4 на платформу из ПТ-76 на воде. В одном из прошлых роликов, кстати, мы пытались заехать на ПТ-76 на танке и ничего из этого хорошего не получилось. С вертолётом ситуация повторяется, потому что каждый раз, когда вертолёт касается чего угодно, он сразу же считается сбитым. Следующий вопрос. Поставь танк в воду боком и стрельни в воду, где находится бортовая броня танка. Интересно, глушит ли вода снаряд? Я, честно говоря, ожидал, что урон всё-таки будет, но его не было ни от одного из снарядов. Да, там что-то немножечко было от фугаса, но это не считается, это сплэш. Кстати, заодно мы можем затронуть темы щитка, которые находятся спереди, и проверить, есть ли у него дамаг-модель. Далее идёт коротенькая проверочка про перезарядку вертолётов на самолётных филдах и авианосцах. Я понимаю, что, возможно, большинство людей уже знали об этой перезарядке, но, тем не менее, это будет как такой небольшой полезный совет для тех, кто в первый раз это увидел. Я, например, почему-то думал, что на авианосце перезарядки не будет, так что пользуйтесь. Ну и под конец традиционный бред. Кто-то просил скинуть Маус на вертолёт, но более-менее подходящего моста я так и не нашёл. Ну, как получилось, так получилось. А на этом наша одна из самых сложных проверок мифов подходит к концу. Я надеюсь, что видео тебе понравилось, и ты вознаградишь его лайком. А также ты можешь написать в комментариях свой вопрос, и, возможно, он появится уже в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok